Здравствуйте! Мы сегодня будем обсуждать проблему конфликтов в системе образования. Тема наша звучит как «Кто прав, кто виноват? Общение в конфликтных ситуациях». Когда мы слышим слово конфликт, сразу же появляется ассоциация с некоторой группой людей, которые бурно, эмоционально, жестикулируя, обсуждают какие-либо личные проблемы. В то же время другие люди, слыша данное определение, представляют зал судебных заседаний, где важные люди в костюмах, органентируя свою позицию, выясняют некоторые серьезные вопросы. В то же время среди обыденных людей рядом со словом конфликт, возникают следующие определения. Это ссора и спор. Когда мы слышим слово ссора, мы имеем в виду именно эмоциональная составляющая, бурные эмоции, жестикуляция, иногда переход на личности. Нет здесь аргументации своей позиции. Участники данного процесса, они работают именно на эмоциях. И если вы хотите решить данную ситуацию, ни в коем случае не следует заходить в эту проблемную ситуацию со своими аргументами. Если в основе этой ситуации лежит эмоции, мы и должны работать через эмоции. Это может быть доброе слово, кивание в такт. Есть еще и понятие, как мимикрия под оппонента. То есть мы можем принять ту же схему положения тела, возможно, некоторым образом дублировать его жестикуляции. И мы таким образом должны зайти в зону человека, который в данный момент находится в эмоциональном ярком состоянии. Если же вы работаете с малыми детьми и видите ссору среди них, мы можем прибегнуть уже к тактильным некоторым приемам. Прикоснуться, но перед этим мы должны показать обязательно открытые ладони, открытое тело, открытое лицо, доброе, без злости, улыбку, но без зубов. Таким образом мы играем именно исторические модели безопасного человека. И здесь вы можете легонечко погладить, прикоснуться к терпечье и спросить, а что же случилось? Спорь, ссорящийся должен выговориться. Только в этом случае мы можем продолжить следующий диалог. А вот спора — это уже содержание. Здесь мы должны работать по аргументам. По какой причине? Что вам не нравится? Что вы предлагаете? И как мы можем прийти к компромиссу? А что же такое конфликт? В условиях конфликтов как раз-таки происходит сложное сочетание эмоций и содержания. И здесь важно работать как раз-таки на оба направления. Этим и сложен, и с другой стороны интересен конфликт. Если мы перейдем к определениям, они представлены перед вами. Под конфликтом мы понимаем некоторые столкновения сторон. С другой стороны это противоборство, противодействие на основе каких-либо разногласий. Посмотрим этапы и структуру развития конфликта. Мы видим то, что конфликтная ситуация некоторая, плюс к нему прибавляется инцидент и возникает конфликт. Что же такое конфликтная ситуация? Пример. Есть у нас школа типичная. В ней есть класс. В классе два мальчика, которые одинаково академически и социально успешны. Они популярны среди своих людей. Ребят, среди учителей. И по правилам, скажем так, социального бытия, между ними, естественно, происходит некоторая ситуация соревнований. Это соревнование может быть дружеским, оно может быть только в рамках академического сообщества, то есть школы, а может перейти в некотором личном плане, например, их личные достижения в спорте, в друзьях и так далее. Однако, если в этот момент произойдет какой-либо инцидент, который их растормошит и станет триггером для личного, то есть, как мы помним про эмоции, да, в этом случае как раз возникает конфликт. Например, в школе приходит заявка, информационное письмо про возможность участия в каком-либо конкурсе, и только один человек, мальчик этого положения, этого возраста, данных параметров может пройти. Вот этот момент, это информационное письмо, и выбор между мальчиками может быть стать причиной и инцидентом. Далее посмотрим как раз-таки этапы развития нашего конфликта. Согласно мнению исследователей и конфликтологов, существует четыре фазы развития конфликта, и необходимо каждую фазу определенным образом проработать. При этом, по мнению конфликтологов, существует возможность быстрого решения на определенных этапах. Например, как раз-таки первый этап, начальная фаза. Если учитель в этот момент хорошо включится в процесс, привлечет определенные инструменты, определенные ресурсы, то в этом случае 94 примерно процента успешно закончится данный конфликт на этапе начала. Однако, если мы это запустим, существуют уже другие технологии. Итак, первый этап, первая фаза. Возникновение конфликтной ситуации. Как раз-таки она может существовать годами, она может возникнуть в течение дня, возможно, даже она может возникнуть в течение нескольких минут. Итак, мы считаем то, что данная конфликтная ситуация, она зародилась. Дальше. Происходит осознание конфликта его участниками. Я включен в этот конфликт, мои интересы задеты. Далее происходит конфликтное поведение, то есть само противодействие, либо иногда это называют самим конфликтом, собственный конфликт. Далее происходит возрастание напряжения до пика конфликта, то есть углубление. Здесь, если это хорошо протекающий конфликт, происходит выдвижение требований, определение интересов сторон, границы ценностей. И если в этот момент участники с помощью помощников смогут договориться, определиться своими границами, то происходит разрешение и спад. Однако не всегда это происходит успешно. И в этом случае мы говорим уже про вторичные пики, третичные пики. И так может продолжаться бесконечно. И здесь самое главное. Необходимо, если мы не успели, скажем так, разрешить конфликт на его начале, и он пошел дальше, в этот момент необходимо сопровождать конфликт, а ни в коем случае не тушить, не закрывать, не делать вид, что этого не произошло, и это не важно, так как этот процесс можно сравнивать с течением некоторой болезни. Если мы болезнь не начнем лечить правильными методами, то произойдет углубление этой болезни до хронической формы. Представьте то, что конфликт это некоторый нарыв, он должен открыться, раскрыться. Мы должны определить позиции, интересы, не должны оставаться какие-то недолмовки. Если они останутся, и если педагоги отработают этот этап не совсем так, как нужно, то в этом случае данный конфликт может привести уже к более страшным последствиям, например, буллингу, травле, и как следствие уже другим негативным, скажем так, последствиям для детей. А теперь посмотрим все-таки структуру самого конфликта. На данной картинке представлена как раз типичная структура, признанная многими учеными конфликта. Мы видим то, что все действие закругляется и центрируется вокруг некоторого объекта конфликта и предмета конфликта. В то же время мы видим то, что существует сторона один и сторона два. В наличной литературе они называются оппонентами, то есть те, кто имеют и некоторые противоборства между собой. У каждой стороны есть свои мотивы относительно объекта, обладания, либо наоборот разрушения этого объекта. У каждой стороны есть своя стратегия и тактика обладания этим объектом и достижения своей цели. При этом мы понимаем, сторона не бывает только одна. Ни в коем случае не рассматриваем конфликты, даже если они конкретно происходят между двумя учениками, как противоборство между двумя людьми. Нет. Кроме самой стороны есть еще группа поддержки, которая дает определенную информацию, подкрепляет, наоборот, как-то работает против другой стороны. И в то же время существуют у нас некоторые другие участники. О них мы поговорим немного позднее. Так, более подробно посмотрим, что же такое объект и предмет нашего конфликта. Объект – это некоторое само противоречие. И существуют определенные значимые характеристики объекта. Во-первых, объект всегда вызывает интерес, поэтому он находится в центре. Во-вторых, объект всегда очень в малом количестве. То есть его нельзя разделить на двоих по каким-либо причинам. В то же время объект бывает в нескольких форматах, в нескольких значениях. Например, объект как материальная ценность, ресурс. Форматы бывают разные. Деньги, какие-то баллы, призы, обладание конкретным предметом. Дальше это, например, духовная идея, норма, принципы. Следующий – это социальная. И при этом, когда мы начинаем работать с конфликтной ситуацией, мы должны подумать, а что на самом деле для участников означает тот либо иной объект. Например, ситуация типичная для школы и ситуация типичная для подростков. В школе, опять-таки, всегда в классе обычно бывают девочки, подружки, которые постоянно между собой соперничают. И в этом классе чудесным образом появляются новые ученики. Пусть будет Ваня. Ваня интересен, почему? Потому что он новый. Новые вещи всегда привлекают внимание. Аня и Маша начинают соперничать за внимание нашего Вани. При этом мы можем поговорить с нашими девочками и спросить, а что же для них значит быть рядом с Ваней, дружить с Ваней? И окажется, то, что для Ани быть рядом с Ваней важно, потому что Ваня может подарить шоколадку, отвезти в кино, подарить цветы. Здесь мы говорим как раз-таки про материальные ценности. Почему нет? Это интересы ее. А для другой девочки, возможно, нужен сам статус быть другом Вани, потому что он такой классный, и он новый. И вот в этом случае мы как раз-таки опять-таки должны поговорить с участниками данной ситуации и выяснить, а что для них означает данный объект. Далее посмотрим, скажем так, такую практическую задачу. У нас ситуация. Два учителя в смежных кабинетах. Один учитель литературы, он готовит постановку школьного театра для конкурса. Если вы знаете, то что с недавнего времени в каждом, в каждой школе, в каждом образовательном учреждении должны быть свои школьные театры. Это приветствуется, это развитие социальных навыков, развитие коммуникативности и так называемых как раз-таки мягких навыков. Хорошо. А в другом кабинете учитель готовит детей к олимпиаде по математике. Учителю математики мешает шум, который идет из кабинета как раз, где готовится к театру. Учитель математики начинает возмущаться, он стучит в стену, жалуется завучу, пишет директору, поднимает родителей и начинается конфликт. А я вам говорила то, что в предыдущем картинке, в предыдущей схеме у нас существует не только две стороны, но и также и группа поддержки. Представляете, в этот конфликт у нас вмешиваются и родители наших детей, которые участвуют в школьном театре и те, которые готовятся к олимпиаде. Предметом данной конфликтной ситуации является условие труда. А что является объектом? Объектом является тишина. Учителю литературу считает то, что тишина принадлежит ему, и он имеет право нарушать эту тишину ради хорошей постановки. В то же время учитель математики решает то, что тишина принадлежит ему, и он имеет право на ее сохранение. Субтитры создавал DimaTorzok